Четыре километра дороги до Темникова уже давно стали бездорожьем. Асфальтовое полотно было настолько разбито, что водители ехали по нему на свой страх и риск. Другие искали альтернативные пути объезда. Ездили полем тут, вот здесь, когда нормально, ночью марта выезжали. А сейчас прям душа радуется. Ремонт автотрассы начался в июне и уже выполнено более треть из запланированных работ. Главная задача – сделать качественно и в короткие сроки. Мы идем с опережением, потому что мы понимаем, во-первых, что дорога очень важна. Нам очень важно быть ближе к Сарову, потому что у нас очень много связей. Это и торговые, и культурные связи. Ремонтом дорожного полотна занимает Ельниковская ДСПМК. Рабочий день сотрудников начинается в 7 утра и заканчивается в 7 вечера. Всего на участке трудится порядка 15 человек. Основание дороги уже выровняли, сейчас укладывают щебень и первые 5 сантиметров асфальта. Потом закатают второй слой асфальтового покрытия и затем будут укреплять обочины. Кусты будем убирать, эти кусты. У нас там 10 метров, 5 отсюда, 5 отсюда, короче. На 10 метров, по 5 метров с каждой стороны будем убирать этот вот кустарник. Ну и потом еще будем грунт подвазывать. С обеих сторон укрепим на метр еще, по метру это с щебеночкой. Будет хорошая дорога для вас. На ремонт 4 километров этой дороги выделено около 80 миллионов рублей. До конца года будут сделаны еще два участка, которыми также активно пользуются соровчане. Первый на подъезде к Пурдышкам, второй на границе с Тенгушевским районом. Мы знаем, что там очень плохая дорога. И она в этом году отыграна. И в этом году будет сделана. То есть наша часть в сторону границы от Мордовии будет сделана в этом году. И это нас тоже приближает, хоть и с большим обходом, но к Розамаско-Дивейскому кластеру, который будет около Сарова развиваться. Аварийный участок дороги Жигалова-Темников по графику должен быть отремонтирован до ноября этого года. Подрядчик наберен сдать объект раньше на месяц. Водителей просят быть внимательными, избавляя скорость при движении по дороге, где ведутся ремонтные работы. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.